В эфире телеканала ТОН-ТВ, программа «Тема дня», веду ее по-прежнему я, Александр Гурарье. На будущий год в 2018 году исполняется 140 лет со дня рождения Януша Корчика, великого писателя, гуманиста, педагога. Все знают это имя, все знают, как он погиб, но, к сожалению, очень мало людей на планете знают, как этот человек жил. И в этом нам помогут разобраться мои гости. Это профессор университета Нью-Йорка Михаил Эпштейн и фотохудожник Галина Зернина. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Скажите, ну вот вы занимаетесь сейчас проектами, которые уже не первый год этим занимаетесь, цель которых как бы объяснить людям и показать людям, что это был за человек и чем он занимался. Как пришла вам эта идея, когда вы начали этот процесс? Ну, мы с Галины из Петербурга изначально, и у нас там уже множество образовательных разных программ и проектов, и в частности работает частная школа, которая в этом году исполнилась уже 25 лет. В этом смысле мы одни из самых первых в городе, наверное, частных школ. И мы много занимались разными проектами, которые так или иначе втягивали наших детей и наших педагогов в интересную деятельность. И были в том числе проекты, связанные с сиротами, с их поддержкой. И объединились мы под именем Корчика, поскольку это имя позволяло заниматься и педагогикой, и журналистикой, и при этом объединяло и медиков, и врачей. И это имя, которое позволяло с этим именем вместе делать разные проекты на помощь людям. — Откуда деньги? Кто помогал? — Ну, например, у нас было несколько проектов, которые поддержала королева Швеции. И с этим как раз связана очень такая знаковая для нас история. Мы только-только переехали в новое помещение, и в районе нас еще мало знали. И тут выяснилось, что... — Какой год это? — Это был 99-й год. И тут выяснилось, что королева Швеции хочет приехать в Петербург, которая поддерживала несколько проектов, посмотреть, что же у людей получается. И к нам тоже должна была приехать. И мы вечером как-то сидим за день до приезда королевы, готовимся к приезду. И тут распахивается дверь в 9 часов вечера. На пороге нашей школы оказывается заместитель главы района, который с огромными глазами крик. Он спрашивает, а кто вы такие ребята? Почему к вам приезжает королева Швеции? Мы говорим, ну вот мы такие скромные люди, но при этом мы делаем такие проекты, которые королева Швеции поддерживает. — Вообще звучит, конечно, здорово. Ну и хорошо, и как вы подготовились к приему королевы? — Мы подготовились так, что мы рассказывали о программах, но при этом глава района в итоге организовала традиционно для России историю, когда за одну ночь к нашей школе была проделана новая дорога, проложена, зафортирована. Вдоре этой дороги все двери были покрашены. — Траву покрасили? — А около школы сделали новую детскую площадку. — За одну ночь? — За одну ночь. При этом на следующее утро, после приезда королевы, к нам приходили жители и сказали, ребята, а нельзя ли какой-нибудь еще один проект, но чтобы с другого конца к вам подъехали, там наконец дорогу проложат до следующей улицы. — Спасибо шведской королеве. — Да, спасибо. — Удавалось вам в Питере, то есть вот в чем, так сказать, ваши проекты проявлялись, как вы их показывали, как вы их демонстрировали людям? — Все или последние два года, по крайней мере, это попытка предложить людям поговорить об очень важных сегодняшних актуальных вопросах. В частности, сегодня очень многие люди оказываются между разных культур, зависая между ними как бы. Вот эта история с мигрантами, которые переезжают, которые вынуждены искать себя в новой культуре. И мы нашли у Корчика историю, которая, как нам кажется, сегодня очень актуальна для многих переезжающих. Эта история связана с его большим куском жизни с 1928 года по 1939, когда он размышлял, не переехать ли мы из Польши в Палестину. — Надо пояснить, наверное, нашим зрителям, многие не знают, что Корчик был еврей. — Корчик был еврей, живший в Варшаве. При этом в Варшаве у него было дело, у него был дом сирот, это дети, которых он фактически воспитывал, у него были коллеги, у него был язык польский любимый и Варшава, которую он обожал. — Были книги написанные на этом языке? — Да, да, да. При этом он был знаменитым человеком, известным во всем мире. И он понимал, что приближается такое время, когда, похоже, что уже в Варшаве делать ему будет нечего. И вот в этих письмах, которые мы нашли, он размышляет. В 1928 году он пишет своим друзьям в Палестину, что я, пожалуй, не приеду, потому что здесь мое дело, здесь моя жизнь, здесь мой смысл. Потом размышляет, что, может, я приеду, но как я могу приехать, я не могу не работать, а как я могу работать без языка. Потом размышляет, что я не могу бросить все-таки свое дело, потому что здесь мои дети. И последнее письмо, август 1939 года, о том, что, ребята, приезжаю, в октябре встречайте. Ну, и мы знаем, что он не успел. При этом мы знаем, что он два раза приезжал в Палестину на короткий период и здесь уже смотрел на ситуацию жизненную. И вот мы подумали, что вот эта история такого зависания между культурой, она сегодня очень актуальна. И мы попробуем разными средствами предложить людям об этом говорить. Основными разными средствами, что вы понимаете? Вот я так понимаю, что поскольку Галя фотохудожник, то в чем появляется образная составляющая? Ну, я могу здесь два слова сказать, что когда я размышляла о корчике, то, безусловно, я вообще не могла понять, что я тут делаю. Но когда почитала дневники, то это было удивительно, потому что это было очень близко к тому, о чем задумывалась я, переехав в Израиль и не понимая, что я тут могу делать. Поскольку я еще и преподаватель русского языка и литературой, занимаюсь фотографией, очень люблю. Очень востребованная профессия. Да, совершенно. И так случилось, что мы попали даже не в Варшаву, а в Краков, но Польша была завораживающая своей весенней красотой. И получились действительно интересные фотографии. И когда вот в этих размышлениях о корчике я все время понимала, за что он цеплялся там, почему он не мог уехать из любимого места, как, впрочем, любой из нас. Вот сложно уехать, если место любишь, если есть свое дело, если я здесь добиваюсь того, чего хочу. С трудом, неважно, но это мое дело, я им живу. И переехать в Израиль, хотя когда он писал, я хочу, не забудьте, что ему в это время было почти 60. И он собирался переехать, он понимал, что язык он нормально не выучит. Но он очень хотел посидеть в Иерусалиме, он говорил, дайте мне келью, комнату, где вот будет минимум еды, но я смогу читать, изучать язык, размышлять. Ему нужно было время, и тогда поехать в кибуц. Еще удивительная история, которая меня здесь совершенно потрясла, когда мы попали в кибуце Инхарот, где он был в 1934 году, жил какое-то время, с восхищением смотрел на все происходящее. И где-то описывал. Да, да, это есть в письмах, это есть в дневниках, где он пишет, что он делал. Важная история в том, что мы не знали дороги в кибуц, мы ее искали. Мы человек 10 попрашивали, как нам проехать место, где жил Корчик. А кто такой Корчик, спрашивали нас израильтяне. То есть кто такой кибуц, никто не спрашивал, а кто такой Корчик? Сам кибуц мы еще знали, но вот когда мы пытались найти человека, который в кибуце может что-то знать, хотя в этом кибуце есть аллея, пальм, посаженная в честь разных людей, которые бывали в этом кибуце. Есть дом, в котором жил Корчик, хотя он точно такой же, как все остальные. Но в конце концов мы нашли удивительную совершенно женщину, Илана Берштейн, которая с нами согласилась поговорить. Она отвечает за всю ту информацию, которая... Она глава архива кибуца. Но если возвращаться к вопросу Александра, мы сделали выставку. Часть, отвечающая за образы, это выставка, художественная выставка фотографии, которую сделала Галина, в которой мы отразили Галин взгляд на те места, где мог бывать и бывал Корчик. Это кибуц инхарот, в котором он был. Это Польша, о которой он мечтал, как во снах. И это Иерусалим, в котором он мечтал поселиться на год и побыть в одиночестве. И в этом смысле выставка это некоторая среда, в которой дальше могут происходить еще какие-то события. Вот первую выставку Галина мы сделали два года назад в фонтанном доме Ахматовой в Петербурге. И кроме самой выставки еще был организован ряд событий, которые позволяли и взрослым, и детям поговорить об этих проблемах. Одно событие, это было замечательное музыкальное шоу, где сделали люди профессиональные, пели песни идышские, ивритские, польские. И мы сделали кадры, связанные с этим временем, чтобы люди могли погрузиться в эту атмосферу. Другое событие, скажем, круглый стол, который мы сделали вместе с психологами. Известно, что Корчик отстаивал права детей, и в том числе до крайности доводя, говорил о том, что ребенок имеет право на смерть. Сейчас объясню, это сложная такая ситуация, но он объясняет матери. Мать, он не твой, он тобой рожден, но он не является твоей игрушкой. Он самостоятельный человек, даже будучи еще маленьким ребенком, вплоть до того, что он имеет право на смерть. Это такая непростая максима Корчика. То есть право на смерть, это право на самоубийство или что? В том числе, Корчик говорит, что ребенок не должен это делать, он не может это делать, но имеет право на это. Потому что если он не имеет право на смерть, то он сам себе не принадлежит. Это непростая история, мы сделали круглый стол, позвали психологов, работающих в хосписе, позвали родителей, обсуждали, как говорить с детьми о смерти. Непростая очень история. То есть вы как бы на фоне фотографий, на фоне личности Корчика, вы говорите о вещах, о вопросах, о тех сложных проблемах, которые он тоже поднимал. Да, и о тех проблемах, которые реально нам, сегодняшним взрослым, или нам, детям, на самом деле актуальны. И в этом смысле мы пользуемся Корчиком, его текстами, его именем, его идеями, его образами, чтобы говорить о самих себе. Где еще у вас были выставки? Мы сделали выставку в Петербурге. Выставка работала в Мюнхене и работала в Берлине. И открою некоторый секрет, мы сейчас обсуждаем открытие выставки в Нью-Йорке. Следующей весной как раз будет она посвящена 140-летию Корчика. Так, ну а что в наших, так сказать, краях, в Израиле, куда он мечтал переехать? У нас тут есть как минимум две идеи. Идея первая, что нам бы, конечно, очень хотелось, собственно, выставку сделать в Израиле. А в Израиле Корчика знают вообще? Вот. Ну вот история про наш кибуц меня потрясла. Не, ну в школах, по-моему, изучают. Ну, опять же, в школах, может быть, изучают. Но мы опросили 10 человек среднего возраста, и для них Корчика оказывался совершенно новым именем. И в этом смысле мы понимаем, что и просто рассказать о Корчике в Израиле просто очень важно. Вы же нашли здесь его ученика бывшего, да? Да, в Израиле живет Эсхак Бельфер, это художник, который последний, живущий на Земле. Один из последних. Да, наверное, один из последних живущих вопустников Корчика и Галина Деллова. То есть, который узнал лично, и который, так сказать, у него учился. Да. Галина Деллова взяла у него интервью. Что он интересного сказал? Он потрясающе рассказывал и о Корчике, и говорил о том, что это человек, который дал ему путевку в жизнь, который научил его, ему ничего не хотелось сделать. Он предложил ему карандаши, там очень тепло говорил. Да, то есть, собственно, он его сподвиг на занятия живописью? Да, на занятия живописью. И судьба у этого человека совершенно фантастическая. Он успевает уехать из Польши до начала, до прихода немцев, попадает в Красную Армию, воюет в конную полку, говорит с восторгом о России. И после этого он возвращается после войны в Польшу и говорит, что нас просто выставили. И постепенно, там еще через разные этапы, он все-таки оказывается в Израиле, влюбляется в страну, здесь у него семья, дети, он пишет картины. Но картины его в основном посвящены Корчику и тому, что происходило в доме. Мы назвали наш проект «Тоска по лучшей жизни». Такая фраза есть у Корчика в его текстах, его обращение к выпускникам своего дома-сирот, что мы не можем дать вам родину, не можем дать вам родителей, мы не дожим вам любви, но мы можем дать тоску по лучшей жизни, и тогда всю дальнейшую жизнь вы будете искать себе эту лучшую жизнь. И вот Исаак Гельфер ровно это и рассказывал, что то счастье, которое он получил в течение пяти лет, живя в доме сирот у Корчика, в дальнейшем он всю свою жизнь пытался найти такое пространство, где вот так можно жить, а по факту начинал строить его своими руками. В данном случае он говорил, что вот Израиль я строил своими руками, и отчасти это то место, где я бы, собственно говоря, мечтал всю жизнь жить. У него написана книга с иллюстрацией, он пишет для детей, то есть для него вопрос детства педагогики, осмысления детской жизни очень существенный. То есть для нас, что еще, для нас как педагогов, о чем еще важен разговор? Что может сделать хороший учитель? Ну, учить математики, научить хорошо писать. Но гораздо важнее, что он задает некоторый образ будущей счастливой жизни, который потом может вести человека по жизни всю жизнь дальше. То есть то, к чему ребенок стремится потом, уже становясь взрослым. Скажите, а в Израиле что-то у вас получается? То есть какие-то есть зацепки, чтобы сделать нечто подобное здесь? Да. Значит, здесь есть люди, которые... Кто-то есть, кто занимается? Да, здесь есть люди, которые занимаются корчиком. Есть, например, здесь живет Батя Гелат, который является председателем международного общества корчика. Здесь Галя познакомилась с замечательным артистом, который сделал спектакль по корчику. А, это Владимир... Да, Владимир Лившиц, это очень потрясающий актер. Мы сегодня познакомились с совершенно замечательной женщиной, руководителем русской библиотеки в Иерусалиме, с которой договариваемся о том, что, скорее всего, в будущем году в библиотеке мы такую выставку и откроем. В будущем году в Иерусалиме звучит просто потрясающе. Да, буквально как и положено. Ну, я надеюсь, что у вас все получится, успехов вам, и продолжайте, продолжайте свое дело, потому что именно воспитание, то есть, к сожалению, молодежь и дети, они не совсем понимают, во-первых, они не совсем понимают, что такое была Вторая мировая война, и не совсем понимают вообще, что такое был фашизм, и на что пошел вот этот человек. Они, слава богу, имеют право это не понимать, и наша задача найти... Ну, не знать не имеют права. Но наша задача найти какие-то способы, которые позволили бы им, как бы, чувствами почувствовать, не просто знать, а почувствовать, что такое война, что такое геноцид, что такое фашизм. И последняя фраза, ведь все же знают, может быть, не все, что Корчикову было предложено уйти, так сказать, и не погибнуть, но он не смог оставить своих детей и пошел с ними на смерть, повел детей на смерть. Спасибо большое, я напоминаю, с нами в студии Михаил Эпштейн, профессор Нью-Йоркского колледжа и фотохудожник Галина Зернина. Спасибо и удачи вам. Спасибо. Всего доброго, программа «Тема дня», до свидания.